В избирательной комиссии школа номер 4 говорят, что явка достаточно высокая. В бюллетенях два кандидата. В голосовании принимают участие, начиная с пятого класса. Приходят на переменах. Рядом с прозрачной урной и у кабинок наблюдатели. Честно все проходит, скажу да. Так что шансы равны у них, я думаю. Элен Хачатрян говорит, что пришла сделать выбор, потому что нельзя оставаться в стороне. Все-таки президент будет представлять родную школу на городском уровне. Специально никого не поддерживала. С программами знакомилась по ходу. Они пытаются наш учебный процесс украсить, скажем так. Потому что школа, особенно если учишься в единственном классе, это подготовка к ЕГЭ бесконечная. И хочется чего-то интересного. Мне понравилось то, что их креативные идеи. С идеями можно было ознакомиться во время самой настоящей предвыборной кампании с дебатами кандидатов. В каждой школе есть агитационные плакаты и похожие стенды. Вот, кстати, фотографии. Заместитель главы города-курорта Людмила Мурашова обходит школы. Смотрит за тем, как организовано голосование. Выборы школьных президентов сегодня проходили по всему Краснодарскому краю. По словам Людмилы Мурашовой, проект помогает воспитывать гражданскую позицию. А городской ученический совет, куда войдут президенты школ, часто является источником свежих идей. Это то, до чего, может быть, мы даже где-то и не додумываемся. Поэтому мы очень плотно работаем. Ну, конечно, вот у нас посредники, проводники – это управление по делам молодежи, управление образования. Конечно, они больше занимаются с молодежью. Но я хочу сказать, что каждый день, каждый час, вот завтра у нас буквально опять фестиваль молодежно-туристический, постоянно мы занимаемся с этими ребятами. Активы вот этих ребят, они тесно сотрудничают с Управлением по делам молодежи. Они набираются, опять же, жизненного нашего опыта, если хотите, политического, в том числе, опыта, дипломатического. Ну и опять же, самое главное – это вот их активная такая позиция. В этом году в 29 школах муниципалитета выдвинулись 128 кандидатов. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Итоги выборов подведут в субботу. Затем начнется подготовка к заседанию ученического совета нового созыва, где сформируют профильные комитеты, а также изберут председателя.